привет друзья сегодня я хочу рассказать про кровь кровь это повод для многих споров в отношении например переливание крови переливать кровь от одного человека к другому или нет ну вот слове бога в библии говорится что душа человека находится в крови то есть в крови находится душа человека как это понять почему ягова говорит что человеческая душа находится в крови человека если посмотреть что кровь опять же слове бога говорится что дух костей что у животе у беременной то есть дух костей это означает стволовая клетка на самом деле стволовая клетка может превратиться в любой орган например в печень сердце глаза уши перечислить их можно бесконечно потому что их более 300 разновидностей ну там губы волосы кожа там большие кости маленькие кости то есть части тела у человека очень много и и все они образуются именно из стволовой клетки ну от духа которые в животе у беременной то есть дух костей это стволовая клетка а в животе у беременной это эмбрион то есть ребенок тоже который состоит из стволовых клеток если посмотреть на другие части тела ну например кожи да она делится а кровь кровь она не делится потому что кровь создается только из стволовой клетки допустим кожа создается из кожи глаза из глаз кости из костей а вот кровь создается из стволовой клетки далее кровь как бы не разделяется то есть она как создана от стволовой клетки так она и остается в конечном итоге она стареет и умирает а умирает она под волосами поэтому и волосы белеют потому что для очистки умерших волос нужно много перекиси водорода вот перекись водорода и окрашивает на самом деле кровь находится под волосами не для того чтобы там умереть от старости она ждет водорода мы должны жить изоляторе молнии каменный уголь когда энергия выходит от человеческих волос энергия плюс выходит от воздуха втягивает отрицательные электроны минусовые а эти минусовые электроны через ноги должны притягивать водород катион водорода плюсовой который должен проникать в кровь при этом энергия которая проходит от через кровь и которые добавляют к нему водород индуцирует кровь то есть кровь индицируется течение там 4 5 6 часов и после этого кровь обратно превращается в стволовую клетку а потом из этой стволовой клетки вырастает новые органы ну то есть если старик без глаз у него много индустриарной крови то он как бы начинает видеть и омолаживаться потому что кровь которая у него у него есть да у этого старика молодая потому что кровь у человека всегда является молодым ну как мы поняли что она образуется из стволовой клетки внутри костей внутри костей ствола как говорит священное писание двух костей что у животе беременной вот точно также и образуется новые новые крови именно эта новая кровь она под волосами индустрируется и превращается стволовую клетку таким образом этот старик полностью обновляется и становится молодым теперь мы поняли что священном писании сказано сказаны истинные слова потому что душа это и есть тело человека и ну то есть наше полное тело это и есть наша душа то есть мы из одной лишь крови с помощью этих электрических энергий можем воссоздать себе новое тело вот почему священное писание говорится что душа человека его в крови душа животных тоже всех крови потом поэтому их нельзя употреблять в пищу почему ее нельзя переливать ну наверное вы все знаете что есть такое понятие группа крови да то есть начинается отторжение человек сразу умирает а есть еще вот такое у человека у любого человека есть иммунная система иммунные бактерии то есть опять же это белая кровь белые телеса они смотрят на любой чужеродный элемент даже кровь чужого человека и когда распознает она начинает убивать эту кровь опять же с помощью перекиси водорода и иммунная система понимает что выпускается много перекиси водорода поэтому начинает нагревать тело человека почему иммунитет нагревает тело человека потому что именно при нагреве выходит из гидридов водороды водороды нужны для борьбы с свободными радикалами о аж о аж выходит когда есть перекись водорода а перекись водорода нужен для того чтобы уничтожать чужеродные элементы даже кровь чужого человека если его группа крови соответствует но днк не соответствует и соответствовать не может даже если это кровь близнеца потому что иммунная система все это проверяет с помощью специальных механизмов которые понятны только нашему творцу и и поэтому в любом случае переливать кровь другого человека без последствий нельзя поэтому когда переливает кровь начинается нагрев тела и когда тело нагревается они дают человеку антибиотики ну чтобы тело не нагрелась это на самом деле они угнетают иммунную систему чтобы иммунитет не боролся с кровью чужого человека но этот дает какой-то кратковременный эффект но при том иммунитет человека полностью пропадает и если у человека нету иммунной системы то он подтвержден разным разным болезням одним из самых опасных болезней это кандидоз который находится в зубах во рту человека и этот кандидоз проникает во все части тела и образует раковые опухоли создает эмбриональные клетки которые как бы удерживают кандидоз до появления иммунной системы поэтому любом случае переливать кровь как бы запрещено потому что это смертельно опасно опасное занятие ведь именно в российской федерации есть завод по производству искусственной крови искусственной крови это просто обыкновенная вода вода и соль